МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По версии следствия, трое граждан Белоруссии прибыли на сибирскую землю, чтобы подзаработать на торговле энметилофедроном. Это мощное синтетическое средство из амфетаминового ряда, которое пагубно влияет на человека буквально с первого приема. Чтобы реализовать свой бизнес-план, компаньоны оборудовали небольшой химический завод. Они арендовали в городе Берске производственные помещения, где производили с мая по июль 2018 года в особо крупном размере наркотические средства, производные энметилофедрона. Еще один подельник, в отношении которого суд уже постановил обвинительный приговор, при этом наркотики в тайнике закладки и путем интернет-переписки передавал информацию об их местоположении руководителю преступной группы. К слову, о лидере наркокартеля ничего не известно. Его имя и местоположение не раскрываются. Правоохранители работают по главарю отдельно. А вот судьба его подельников оказалась предрешена. Улик более чем достаточно. Из замаскированных в лесу тайников закладок, производственного цеха в Бердске и гаража в Новосибирске полицейские суммарно изъяли больше 120 килограммов синтетического зелья. Суд признал виновными участников картеля и назначил двоим по 16 лет колонии строгого режима. Третьему – 12. Сегодня стало известно об очередном коррупционном скандале, в результате которого из бюджета исчезли больше 11 миллионов рублей. Вся информация о деле от инсайдерского источника. В незаконных схемах заподозрили руководителя сельского потребкооператива. Тот якобы придумал целую схему по незаконному получению госсубсидий сразу по двум целевым программам. Они предусматривали возврат 50% всех затрат. То есть предприниматель заявил, что наладил производство рыбы в водоемах области. На это потратил больше 22 миллионов рублей. На деле выяснилось, что все финансовые отчеты липа. Но компенсацию от государства коммерсант уже получил. Сейчас рыбовловым занимаются следователи. Его находчивость квалифицировали по статье «Мошенничество». Другим темам стали известны подробности пожара на улице Обской в Октябрьском районе города, где погибли домашние питомцы. Хозяин квартиры, со слов очевидцев, выпрыгнул из окна, спасаясь от огня. С переломами и резанными ранами рук его все-таки отправили в токсикологическое отделение, так как пострадавший еще и надышался угарным газом. Также к приезду пожарных из опасного подъезда успели выбраться другие жильцы. Всего 10 человек. Огонь потушили быстро. Однако животные, две кошки и собака погибли. В данном событии отрабатывается несколько версий причин пожара, в том числе аварийный режим работы и электрической проводки, так как основное горение находилось в районе электросветильникового, расположенном в комнате. В Сдвинском районе области Новосибирец едва не зарезал пенсионера ради 5000 рублей. Он набросился на пожилого человека, приставил горлу нож и забрал деньги. А на украденное купил алкоголь и продукты. Нападавшего оперативно задержали. Тогда и выяснилось, что мужчина уже имел проблемы с законом. Отбывал срок за кражу. А в самом Новосибирске объявили в розыск похожего персонажа. Некого Александра Белоногова подозревают в хищении чужого имущества. У нас есть его фотография. Посмотрите внимательно. И если можете помочь следствию, звоните. Номера телефонов будут на экране. Разыскивают этого человека полицейские Ленинского отдела. О фигуранте известно немногое. Белоногову 35 лет. По мнению сыщиков, он совершил преступление, попадающее под статью кража. Из особых примет – татуировка на левом предплечье в виде черепа с мечом. Такие, говорят, часто набивают в уголовном мире. Однако подтверждения криминальной биографии разыскиваемого пока нет. Контрабандисты активизировались в Карасугском районе Новосибирской области. Правоохранители пресекли многочисленные попытки вывести за границу лесоматериалы. Этой осенью мобильной группе новосибирской таможни пришлось изрядно потрудиться. Сотрудники ведомства совместно с пограничниками и полицейскими перехватили 36 грузовиков с нелегальным товаром. В основном коммерсанты пытались вывести по липовым документам доски, изготовленные из лиственницы, сосны, ели и пихты, которые являются стратегически важными ресурсами. Другие нарушители вообще не утруждали себя оформлением даже фиктивных бумаг. Весь изъятый лес шел в Казахстан из разных городов Сибири. Томско-Ачинское лесосибирско. Каждая партия содержала от 25 до 40 кубов древесины. Всего силовики не дали переправить за границу материалов больше чем на 3 миллиона рублей. Некоторых перевозчиков привлекли к административной ответственности. По пяти эпизодам возбуждены уголовные дела по статье «Покушение на контрабанду». Сегодня днем в Новосибирске, недалеко от площади Маркса, случайные прохожие обнаружили гранату. Опасный предмет лежал фактически на тропинке между домами на пересечении улиц Блюхера и Латутина. Пока одни очевидцы вызывали полицию, другие снимали происходящее на камеру мобильного телефона. Позже выяснилось, граната, найденная в Ленинском районе, была страйкбольной. Такие используют в военно-тактических играх. Угрозы для населения она не представляла. Нечто похожее происходило сегодня и в Качковской спортивной школе. Очевидцы позвонили в дежурную часть, сообщили, что в тренажерном зале нашли бесхозную сумку с тортящими проводами и странной запиской. Неизвестный автор выдвигал политические требования, наподобие вывода войск из Сирии. Незамедлительно на место выехали представители всех силовых структур. Началась даже эвакуация населения из ближайших домов. Все эти мероприятия, как стало позже известно, проводились в рамках масштабных учений. По мнению специалистов, они должны затронуть все, даже самые отдаленные объекты области. Основное упорное взаимодействие структур от МЧС и полиции до ФСБ и районной администрации. А мы продолжаем. Следователи комитета на транспорте возбудили уголовное дело в отношении авиадебошира из Омска. На прошлой неделе мужчина прославился своим неадекватным поведением в новосибирском аэропорту Толмачева. И теперь за это может лишиться свободы. Приятели из Омска еще не поняли. В этот момент их поездка уже завершилась. И не на экзотическом острове, а возле трапа самолета. Экипаж воздушного судна не решился пускать Буянов на борт, ведь уже на земле мужчины вели себя, мягко говоря, неадекватно. По имеющейся информации, двое граждан находились в состоянии алкогольного опьянения, использовали нецензурную лексику и пытались спровоцировать конфликт с другими пассажирами. За помощью представители авиакомпании обратились к полицейским, но это только раззадурило нетрезвых гуляк. В терминале аэропорта и отделе полиции шоу продолжилось. Одного из пассажиров пришлось усадить в инвалидное кресло. Идти самостоятельно он больше не мог. Возможно, мешало выпитое спиртное. Ноги ставьте. Можете поставить ногу? Давайте я вам под эту... Ага, ставьте ногу. Зато второй путешественник был полон сил и энергии. Он решил заступиться за товарища и, по версии следствия, так увлекся, что нарушил закон. В отделе полиции в отношении обоих пассажиров были составлены протоколы об административном правонарушении. При этом один из жителей Омска продолжил противоправные действия и стал оскорблять сотрудников полиции. Было возбуждено уголовное дело по факту применения насилия и оскорбления представителя власти. Вместо незабываемого отдыха на теплом море турист рискует отправиться в колонию на ближайшие пять лет. А его приятель, похоже, отделался легким испугом. И последнее. Транспортные полицейские раскрыли крупное хищение железнодорожных деталей и техники. Подвижный состав принадлежит одному из промышленных предприятий региона. Нашли его в пункте приема вторсырья. Большая партия металла вызвала подозрения, поэтому к делу подключились оперативники. Они и выяснили, что руководитель транспортного цеха поручил подчиненным сдать налом рельсы и даже грузовую платформу, при помощи которой похищенное вывезли с закрытой территории. Ущерб оценили почти в миллион рублей. На этом пока все. Телефон редакции 310-2005 доступен каждый будний день с 12 до 6 вечера. Если вы сняли на видео преступления или происшествия, присылайте нам. Мы покажем ролик в эфире. А с вами была Мария Никитина. Берегите себя и соблюдайте законы. Увидимся на канале ОТС. Субтитры подогнал «Симон»